Беларусь 4 Легковушку отбросила на обочину. Водитель оказался зажат в салоне. Его деблокировали спасатели. Мужчина доставлен в медучреждение. На пожаре в Гомеле соседка спасла двух несовершеннолетних детей. ЧП произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Владимирова. Когда спасатели прибыли на место, из окна шел дым. Хозяин квартиры с признаками алкогольного опьянения занимался тушением тлещих постельных принадлежностей в ванной. В ходе разбирательства установлено, запах дыма почувствовала соседка. В подъезде она услышала звук пожарного извещателя и начала стучаться в соседнюю квартиру. Хозяин открыл дверь, после чего женщина забежала внутрь и вынесла из квартиры двух мальчиков. Один из них стоял на полу, второй лежал в детской кроватке в соседней комнате. Дети госпитализированы. Пожар ликвидирован хозяином квартиры до прибытия сотрудников МЧС. В результате возгорания повреждено имущество в квартире. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. За минувшие сутки также зарегистрировано три пожара в хозяйственных постройках. Пострадавших нет. В агрогородке Полесье Светлогорского района горели три сарая. Огонь уничтожил и повредил кровлю зданий. Вероятная причина возгорания – поджог. Аналогичная причина возникновения пожара и в областном центре. По улице проезд первой батарейной горел сарай. В результате ЧП повреждены стены, имущество и лакокрасочное покрытие автомобиля марки «Мерседес-Бенц-208». А в поселке Шестовичи Петриковского района причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Там уничтожена кровля и имущество внутри сарая. Обслужили не первым. В Мозырском магазине мужчина поругался с посетителем и избил продавцов. Сразу после открытия торговой точки 50-летний мужчина стал в очередь вместе с другими посетителями. Когда продавец начала обслуживать другого покупателя, Мозырянин посчитал это несправедливым и устроил скандал. Сначала выразил недовольство клиенту, а затем набросился на продавцов. В результате потасовки мужчина нанес несколько ударов женщинам. Но им удалось закрыть на замок дверь магазина и нажать тревожную кнопку. Через несколько минут дебошира задержали сотрудники департамента охраны. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Житель Светлогорска попался на хранение марихуаны. Сотрудники ОМОНа патрулировали улицы и остановили 26-летнего парня. В ходе обыска у молодого человека обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом более 80 граммов. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле разыскивают мужчину, который украл кошелек. Кража произошла 31 июля около 14 часов в отделении на улице Добружской, 12. Мужчина украл кошелек с деньгами, банковскими картами и проездным на автобус в кабинете на предприятии. Если вы владеете информацией о его местонахождении, правоохранители просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище Борщевка в войсковой части 12-42 будут проводиться стрельбы. Они запланированы на периоды с 10 по 14. С 17 по 21, с 24 по 28 и 31 августа. Время с 10 до 20 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания.